МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Незвычайный эксперимент. Гомельские воротовальники высветлили, как худко загорается мебель от цигареты. А зараз об этом и иншим больше подробно. За несколько километров от Гомеля активно ведется в удовнество комплексу по обыходжению с твердыми коммунальными отходами. В творчей могутности завода складывают 220 тысяч тонн перепроцелки в год и коля 20 тысяч тонн взнятия другосных материальных ресурсов. Что будет уявлять собой новый объект и колейон будет уведены в эксплуатацию? Доведовалась у Владислава Супруновская. Территория комплексу займает коля 38 гектаров. Тут будет организована перепроцовка отходов с всей Гомельской области. Их сюда доставить, потом ассортить и перепроцить на месте. Для будовнества объекта примаются выключены айчинные материалы. Коли дей, что у Гомеля биосортовальный завод зараз справляет стольки с пятой часткой отходов областного центра, новый закрыет потребности одразу некольких территорий. Завод обязает быть полуавтоматичным. И он будет включать у себя поветранные и магнитные сепараторы, что полегшит працу людей. Помимо изъятия ВМР планируется здесь на площадках, как мы видим, строительство бункеров под размещение строительных материалов. Также приобретено оборудование под дробление. Следовательно, будет производиться при РДФ топливо, которое в последующем будет использоваться на цементных заводах. На сегодняшний день процент добывания ВМР в области складает коля 34%. В планах на новом комплексе 65%. Так само на объекте продуглежено дробнение буйно-габаритного сметя с древа и железобетоном. Трески отправятся в местную котельную, а крошку будут выкористовывать, как посыпку на полигоне. Балласт перепоховаясь на полигоне, зараз будуются три карты. Зона разгрузки будет отделять другостные материальные ресурсы и фракцию органичных отходов, которые в дальнейшем пойдут на компостование. Будет еще компостирование фракции раздельно собранных отходов. То есть листва из частного сектора органика будут. Первая часть, которую я говорил, мусорная, она будет идти на пересыпку полигона. Это техногрунт. Такого примерно будет 50 тысяч тонн. Вторая часть органическая, где-то порядка 9 тысяч тонн ожидается в год. Будем пробовать использовать ее на объектах зеленого хозяйства города Гомеля. Будовничество комплексу по обходженнюю с твердыми коммунальными отходами началось в 2023 году. Минулый год основой работы была подрихтовка. Высечка лесного массива, выкарчевка, вертикальная планировка. Основное будовничество началось с этого года. В данный момент на объекте работает более 60 единиц техники и свыше 150 человек. Что касается строительно-монтажных работ, они сегодня выполнены примерно на 45-50%. Працевать на комплекс в периоде коллектив иснуючего завода по сортованию отходов. Будут так само приняты новые супрацовники. Усего праца в лотку и скалять 270 человек. Будовничество Гомельского комплекса планует завершить в 2026 году. Владислава Супруновская, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Созвыше 36 тысяч продпринимальников в области. Кожный третий жанчина. В Беларуси завершается титдень продпринимальництва. Бизнес в нашей стране является ключевой кропкой роста экономики и имеет значный уклад у воловы внутренний продукт страны. Как жанчины сумешают хатные клопоты и поспеховый бизнес. А так само, как на свет народжаются бизнес-идеи. О предпринимательстве жанчими в очи ма сюжет Татьяны Пемененковой. Ничего не бойся. Все будет хорошо. Все сделаем. Доживелы, как до детяти. Именно ведь и таки подыход дозволил Татьяне Мязенко побудовать ветеринарную империю. А почала с невеликого помешканья, где сама была урачом. Зараз керавник организации со штатом у некольки десятков человек. Вот пять лет как руковожу и, в общем-то, просто знаю эту всю систему изнутри. И для меня не составляет труда оценить вообще там необходимость, нужность или там вопросы, которые возникают по здоровью животных. То есть все доктора клиники могут прийти ко мне и посоветоваться и о здоровье пациента нашего, и о направлениях, которые мы будем в дальнейшем избирать. В этой истории не про поспеховый поспех, худшая просторанность и отданность мары детинства. Татьяна признается, что минавито муж был и поддержкой, и самым верным коллегам. На первых порах працевали позменно, как у бытия, так и у операционного блоку. Мы вместе с мужем, с Алексеем, начинали как ИП, нам не было открыто ИП. Мы были два врача, дежурили по очереди, по очереди, значит, я оперирую, он смотрит детей. Затем мы уже открыли чуб, потому что пришли к нам врачи, стала более широкая врачебная команда. За 22 годы праз ее установу пройшли свыше сотни тысяч розных живел. Кошки, собаки, змеи, вожики. В узкие специалисты приходят на допомогу навод самым незвычайным живелам. Татьяна признается, 20 годов тому было складано. Але сёння жаночье предпринимательство – это бренд Беларуси. И поддержка державы на усих узровнях. Сейчас, конечно же, очень много благ предоставляет государство. И поддержку очень серьезную финансовую. И финансирование женского предпринимательства тоже в приоритете по льготным каким-то ставкам. И на сегодняшний день это уже неудивительно, что женщина руководитель. Для реализации своих идей проекта у Беларуси дорога открытая. Головная – план и жадание. А выник – обовязково будет. Километры трубопроводов, уклад у забеспечения энергетической безопасности и постоянное укоронение новых технологий. Это и другие достижения учились сегодня на святковании 60-летнего юбилея «Гомельтранснафтодружба». До врачистости долучились не только супрационники предпринимства, но и гости из Европы. Александр Блотский отдал предпринимству больше за 40 лет жизни. За этот час вырос с простого супрационника до начальника филиала в Турове. У 2010-м годе был узнагороджен медальом за працовные заслуги, а у 2015-м – орденом Пашани. Узнагородный мужчина уручал сам керавник державы. У 2016-м заслуженный ветеран сошел на пенсию. Однако, по раннейшему гонориться тем, чего досягнуло предпринимство за эти годы. 60 лет – это как предприятие «Сырога» превратили в высокотехологическое предприятие, высочайшей культуры производства. Сейчас заходишь на ту же станцию, на нашу даже Туровскую, везде чистота, везде порядок, везде уют. Ну, гордость. За 6-10 годов Гомель Транснафтодружба значно поширила свои мягчимости. На предпринимстве не просто смогли побудовать и реконструировать магистральные нафтопроводы, подводные переходы и резервуальные парки, але и увести их в полновартосную эксплуатацию. За этот час промпамповали больше за 4 миллиарды тонн черного золота. Сегодня компания заявляется важным звяном у поставки «Сыровины» на айчинные нафтоперопроцелчезаводы. Это большой праздник, это подведение наших итогов за 60 лет. Мы, озираясь назад и смотря, что было 60 лет назад, и то, что есть сейчас, даже не 60 лет, а даже те же 30 лет, когда я только пришел работать, и то, что есть сейчас, это очень большая разница. Мы ушли очень далеко вперед, у нас очень много нового оборудования появилось интересного. Мы развиваемся. Сегодня со сцены можно сказать, мы будем двигаться только вперед. Ни в коем случае не останавливаться. И если мы будем двигаться, у нас будет прогресс. Поэтому я вам хочу пожелать только движения. Ну и, конечно, счастья, мира, добра вам и вашим семьям. Спасибо вам. У Громадско-культурным центры Гумеля собрали лучших супрационников предприемства из всей краины. Этот день стал не просто святкованием юбилея, а и початком Нового года у развития компании. Сумная нагода объеднала сегодня громадскость поуднева у сходного региона. Гумельским кафедральным собором развитались со старшиней областного отделения Белорусского фонда мира Тимофеем Глушаковым. Сердце одного из самых поваженных громадских девчонок Гумельщины и краины в целом перестало биться 21 листопада на 91-м годе життя. Об этом, який след покинул гисторию выдатный миротворец – далее в сюжете. Тимофей Иванович в Гумельскую область приехал молодым специалистом в 1960-х, после закончения ветеринарного института. Процелный шлях громадского девчонка начался у одной из господарок Жлобинского района и протягнулся на не меньше отказных постах. У послужным спися Тимофея Ивановича керуючая посады у Жлобинским и Калинковицким райоканкамах. Работа первым секретаром Брагинского райкама КПБ. Больше за 15 годов деть прасывал у Гумельским аблвыканкаме. С детства, начиная со школы, в свое время как-то работал в общественной организации. Я был секретарем в Мусомольской организации в школе, а в институте был председателем правкома института и 5 лет был под старостокурсом. И потом я все время работал с людьми. Добрый, светлый, славный своими делами человек. Человек-гражданин. Человек-эпоха. Пример для всех нас. Он прожил долгую, достойную, красивую жизнь и всю жизнь служил людям. Во имя мира, дружбы и добра. Инициативного специалиста зауважали по усюль. И чергового призначения не пришлось очекать долго. В 1998 году Тимофей Глушаков узначал областное отделение Белорусского фонда мира. Его голос за мир гуча гучна. Дипломат за усюды учил молодь ценить тое, что она мая сегодня. Рассказывал, какой монетой наш народ заплатил в той страшной войне. Очень счастлив, что я имел возможность работать рядышком с Тимофеем Ивановичем 15 лет. Помогать ему в его добрых мирных делах. И за эти годы он стал для меня и, наверное, еще для тысячи тысячи жителей региона наставником, учителем жизни. Он учил всех нас трудолюбию. Он учил патриотизму. Он учил нравственности. Именно таким человеком он был. Вся его жизнь, вся работа его на протяжении 90 лет – это было служение людям и служение Отечеству. Громадские идеи чмат рабил для оказания допомоги тем, кто имел у ее потребу. За усюду идейный и энергичный он усюю свою жизнь присвятил служению людям и родной краине. Не дивно, что с Усветным Советом Миру Тимофеем Ивановичу было присвоено гоноровое звание посла. У якости амбассадора о створении его запомнили и российские миротворцы. Его ум, его новаторство, его новые идеи, которые из него лились они прям. И я очень счастлива, что я когда-то много лет назад познакомилась с ним, и все эти годы были мы рядом. Я очень соболезную не только Белоруссии, Гомелю, Жлобину и другим регионам Белоруссии, но и также нашей России, потому что уж мы с ним проехали и в маршах мира, и в многих других мероприятиях. Я уверена, что один из отрядов в моей школе будет носить имя Тимофея Ивановича Лушакова. Он заслужил это. Молодое поколение, конечно, это будущее. Будущее их самих, будущее этой страны. Поэтому мы, старшие, должны делать все возможное, чтобы мы были настоящими гражданами нашей страны. Чтобы они любили свою родину, чтобы они были, так называемыми, патриотами, чтобы они были трудолюбивыми, чтобы они не поддавались на всякого рода высказывания, а именно брали все положительное, которое было у старшего поколения, и в плане труда, и воспитания, и так далее. Вот тогда, конечно, мы будем жить. Развитаться с Тимофеем Ивановичем в собор святых Петра и Павла Гомеле пришли представники улады и громадских организаций, депутаты, коллеги и знакомые. Коллектив телерадиокомпании Гомель долучается до спочувания уродным и близким Тимофея Ивановича. Олеся Заяц, Ганна Кустачева, Сергей Желенко, телерадиокомпания Гомель. До первого снега готовы. До наступления зимы засталося 8 дзен. А зимовый первый – самый напруженный час для державного предприемства Гарсап. В боротьбе со снегом будет заденешено до 20 одинок практично-универсальной техники. Нездармая ее зовут комбинованной. При необходности комплексную дорожную машину легко переобстолевать подразные меты. И она может функционовать и как самозвал, и как пескораскидбольник. Наше предприятие к зиме готово. На данный момент мы ведем приготовление, уже заготовили 12 тысяч тонн противогололедной смеси. Также закуплено 9 тысяч тонн галита марки «Б». Это соль, из которой делают данную смесь. И все зимние машины уже готовы и оборудованы к зиме отвалами и пескоразбрасывателями. Суместь для працуки дорог от галоледу рыхтуется со звичайной природной соли. У пропорции один до одного с рачным песком. Кожный год распрацовываются новые маршруты. По их докладно по графику будут накироваться комбинованные дорожные машины. При необходности работа будет идти круглосуточно. До будущей зимы готовы и техника, и работники. Сегодня 100-годовый юбилей означает Улоковская специальная школа-интернат. Первое документальное нагадывание об этой установе датуется 22 листопада 1924 года. На святочных мероприемствах побывали и наши корреспонденты. Для Андрея Новикова этот научный год в Улоковской школе-интернате опошни. Летом он покинет стены установок, а почать самостоянное житие. Кажет, что отриманные веды и навыки дозволят не только набыть специальность, а и створить счастливую семью. Дальше я стремлюсь попасть в училище нормальное строительное, там взять себе хорошую профессию и потом жить нормальной жизнью, работать хорошо, составить семью. Потом помогать детям, устроиться им в садики, школы. На святе с нагодой юбилея выпускники Улоковского дома-интерната розных часов. Миколай Мяжухина у 44-м зазарыцкого лагера смерти сюда привезли червоноармейцы. И он и зараз добра памятая житие у тады, яше детячем доме. И с тепленьюю сгадывая самую першую выховальницу – Людмилу Константиновну. Такое отношение было хорошее, вот эта воспитательница. Зимы тогда были очень суровые и снежные. На группу было одно пальто и одни ботинки. Вот она одного оденет, погуляет 5-10 минут, заходит в комнату, переодевает другого. И вот так 25-30 человек ходили, вот, грелись. Вот настолько была она внимательно и сдержана. Мы никогда не слышали от нее никакого, не то, что ругать это грубого слова не слышали. З нагоды 100-годового юбилея работникам у Луковской специальной школы-интерната уручили гоноровые грамоты и поддяки. Для всей установы подарунки, которые лишними явно не будут. Хладильник, телевизор, столовый посуд. Ибо, да и самое главное – реальный клопот в молодых людях, которые имеют в этом потребу. Дети – это наше будущее, без которого не будет нашего государства. И какова будет наша старость, если мы не будем воспитывать молодое поколение. Поэтому сегодня закладывается фундамент в сердцах этих детей, фундамент любви, добра, уважения, любви к своей родине, к той земле, на которой мы живем, к своему народу, к нашим историческим корням. И я надеюсь, что и отсюда выйдут молодые люди со временем, которые понесут любовь к другим людям в своем сердце. Сегодня в Луковской школе-интернате вучатся и круглосуточно знаходится амаль 160 человек. В регионах это одинная специальная навучальная установа, где могут вучиться дети за сабливостями психофизичного развития. Олег Сюнцюров, Ганна Кустачова, Владислав Козлов, телерадиокомпания «Гомель». В «Гомеле» провели незвычайный эксперимент. Воротовальники высветляли, как худко загорается канапа от непотушенной цигареты. В опытным шляхом была подтверждена сумная статистика основной причины гибели людей на пожарах. Эксперимент провели на вучебно-тренировочном полигоне Университета громадянской обороны. Воротовальники створили модель стандартного покоя человека, який веде асоциальный ладжиття. На матрас поклали непотушенную цигарету. Про 30 секунд окурок почал плавить тканину. Прикладно, празд две хвилины полными охапила постельные приналежности и шпалеры у покои. Такие пожары возникают не только у квартирах, але и у подвалах жилых домов. В связи с чем, воротовальники проводят рейды по выявлению незачиненных помешканью, у яких люди без пылного места жихарства знаходят притулок. На протяжении двух месяцев уже выявлено более 60 фактов, где был неограничен доступ как чердачное, так и подвальное помещение. А также был выявлен один факт, где находилось лицо без определенного места жительства. По всем выявленным фактам были незамедлительно приняты меры реагирования, дальние замещания устроены. Неосережное обходжение за огнем под час курения – одна из наибольших расповсюдженных причин возникновения пожаров. С начала года на Гомельщине зарегистрировано больше 220 таких случаев. 54 человека загинули. Для недопущения трагедии воротовальники рейд обовязково выкористовывают автономные пожарные повязательники. В Ветковском районе на шестый день скончились опушеки 50-годового рыбака. Тело вытягнули из воды супрацовники освода. Нагадаем, 17 листопада у Ветковский отдел по на случайных ситуациях поступил звонок об том, что зник человек. На переддне машина отправился на рыбалку. С того часу его местознаходжение заставалось невядомым. Лодку с усими рыбацкими приладами знайшли поблизу великих нямку, коля двух километров от махчумого места спуску. Некольких годин тому знайшли и тело загинувшего. Як означали у Ветковским районным отделе Следующего комитета, у мужчины было хворое сердце. По одной из версий, ему стало благо и он упал в воду. По факту гибели проводится проверка, по выниках якой станут вядомые усе обставины здарения. Сустреть железного человека прокатиться на гироскопе и погулять в VR. У Гомеля открылась уникальная выстава киногерою и трансформеру под назвой «Поустанни машин». Подробязности глядите в сюжете. Официально местом рождения экспонатов выставки можно считать город Ярославль. Именно там мастера на протяжении двух с половиной лет работали над созданием металлических воплощений супергероев. Все арт-объекты уникальны и представлены в натуральную величину. Экспозиция уже успела покорить Рязань, Тулу, Брянск, Минск и Орел. Сейчас возможность увидеть в Человека-паука, Терминатора и героев «Звездных войн» появилась у гомельчан и гостей города. Все очень нравится, все просто замечательно, лучшие экскурсоводы. Дочка успела поиграть в очках виртуальной реальности, ей очень там понравилось. Также, в принципе, экскурсия мы запомнили, и Человека-паука узнали много интересного, много нового. И кто там был большой? Робот! Робот! Да! Одна из самых востребованных локаций – виртуальная реальность. Здесь взрослые дети могут попробовать побывать в космосе, покататься на американских горках, пострелять по дроном и поплавать по дну океана. Для гостей также подготовлена программа различных мастер-классов. На наших мастер-классах можно сделать много разных интересных поделок. Например, шлема, кстати, которую в будущем можно повторить и дома. Еще можно сварить мыло, можно порисовать 3D-ручки и сделать собственные кулончики-брелки. Мне понравилось 3D-ручкой рисовать вот этого котика. А еще мне понравилось прыгать на те кружочки, которые светятся. А еще мне экскурсия понравилась. На выставочной площадке дети могут встретиться с героями любимых мультфильмов и комиксов – роботами-миньонами и трансформерами. Родители также не заскучают. Их ждут персонажи фильмов старшего поколения – Терминатор, Дарт Вейдер, Чужой и Хищник. Выставка очень, конечно, интересная, завораживающая. Очень много персонажей, конечно же, из Хищника. Хищник против Чужого и Чужой здесь. Ребята, конечно, молодцы, постарались сделать хорошо и очень интересно, потому что требуется слух, конечно, такое мастерство из железа и всяких автомобильных деталей. Это все сделать и сделать именно в персонажа какого-то. Самых маленьких порадуют светящиеся классики, а также танец роботам Бамблби. Желающие же могут проверить свои суперспособности на гироскопе, испытать удачу в беспроигрышной лотерее и насладиться настоящим электрошоу. Интересно и саму интересно, и детям интересно. Все очень понравилось. Мы под большим впечатлением. Мне понравилось, как мы тут ходили и нам рассказывали из мультика. Роботы всякие, миллионы еще. И все искусства, и игра. Мне понравились игры про космос и про фруктовые издания. Выставка будет работать в торговом центре «Дидос Персия». По 5 января включительно. Доступ к экспозициям открыт по будням и выходным с 10.00 до 21.00. Выходной – понедельник. Олеся Заяц, Татьяна Пемененкова, Сергей Жуленко. Телерадиокомпания «Гомель». Это и другие новины вы можете узнать в нашем телеграм-канале. А так же на сайте в интернете по адресу cvr.gomel.by. Далее эфиры новинной сетки. Разбор актуальной международной повестки на пальцах. Мы намалюем информационную картину дня. Нейросетки ее размалюют. Сегодня в выпуске. В штабе Трампа плануют чистки для Америки. США применили в Совете Баспеки ААН право вета на резолюцию обспынении огня в газе. У Тбилиси завершился митинг оппозиции супрать выника у выборов. После глядите эфиры де-факто и спарты у нагляд. А я с вами развитываюсь. До встречи. Украина повышает градус эскалации путем применения дальнобойных ракет. Все это может прекратиться, как только Трамп решит вопросы внутри своей страны, а заодно и в Израиле. Это новости сети Михаил Садовский. Мы здесь для того, чтобы при помощи нейросетий рассказать, что происходит в реальном мире. Вооруженные силы Украины 20 ноября впервые ударили британскими ракетами Storm Shadow вглубь России. Об этом сообщило агентство Bloomberg. В СУ впервые выпустили британские крылатые ракеты по военным целям на территории России, отметил анонимный источник издания. Атака велась по территории Курской области, в том числе по населенному пункту Марина. Стало известно, что по нему было выпущено не менее 12 ракет. Начало разрешения от США применять дальнобойные ракеты американского производства от Акмс. Теперь разрешение на использование британских систем Storm Shadow. Знаете, кто разрешил? Все тот же Белый дом. Такое чувство, что Джо Байден под конец своей жизни политической, естественно, решил стереть с лица земли добрую часть человечества. Самое интересное, что даже в Штатах это прекрасно понимают. Журналист из США Такер Карлсон назвал фашистским американское правительство. На самом деле именно наше правительство фашистское. Видео было опубликовано в среду на YouTube-канале журналиста. Он также отметил, что сейчас мир наблюдает за самым ужасным развитием событий, когда администрация хромой утки намеренно приближает ядерный конфликт. Вот в этом моменте надо понимать, что ответственность за потенциальную третью мировую войну лежит не только на США. Штаты лишь спонсор. Руками нового витка эскалации является Украина, но не украинский народ, а власть придержащая. Важно всегда эти два понятия разделять. Издание «Политико» пишет о том, что Украина может начать просить администрацию президента США Джо Байдена разрешить использовать американские ракеты «Тамагавк» для ударов по территории Российской Федерации. Так или иначе, ответ на такие действия есть. Владимир Путин накануне рассказал о применении России новой баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По словам Путина, средств противодействия такому оружию в мире нет, так как ракеты атакуют цели со скоростью около 3 км в секунду. Поясню. Дальнейшие поставки дальнобойных систем ВСУ — это красная линия, за которой бездна. Что касается Зеленского, то вспоминается чуть перефразированная японская притча. Однажды украинскому президенту приснилось, что он стал комиком. Правда, где гарантия того, что это не комику приснилось, что он стал президентом? Вивик Ромасвами намерен закрыть ФБР и уволить полтора миллиона сотрудников в соответствии с новым распоряжением Дональда Трампа о сокращении госрасходов, пишет Economic Times. Кроме того, в эфире Fox News Ромасвами заявил, что рассчитывает на полное закрытие ряда министерств, сокращение и реструктуризацию раздутых департаментов в составе правительства. Чистки от команды Трампа осмысленные и беспощадные. Могучий Дональд вроде и предпринимает попытки оптимизации расходов госаппарата, а если присмотреться, то вроде и мстит. Образно выражаясь, в самом ближайшем времени сотрудникам ФБР могут сказать «брысь». Правды ради замечу, что последние пока исправно выполняют свои обязанности. Федеральное бюро расследований США задержало 30-летнего жителя штата Флорида, который планировал на этой неделе взорвать здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Об этом сообщил телеканал CBS News. По его информации, спецслужбы начали расследование после того, как в феврале получили информацию о наличии у мужчины инструкций по изготовлению взрывных устройств. В результате следственных действий удалось выяснить, что мужчина собирал информацию о здании, закупал детали для взрывного устройства и планировал взорвать биржу для перезагрузки правительства Соединенных Штатов. Если бы ФБР не отработали настолько ювелирно, а планы преступника были притворены в жизнь, можно было бы сказать, что акции многих американских компаний взлетели до небес. Но преступнику самое место в тюрьме. Немного о новых назначениях Трампа. Избранный президент США выдвинул на пост министра образования Линду Макмен, которая руководила во время его первого срока в Белом доме управлением по делам малого бизнеса. Инвестор и предприниматель Говард Латни, которого СМИ называли претендентом на эту должность, может возглавить американский Минторг. Нам интересна личность первой. Линда Макмен – соосновательница рестлингового промоушена. Но все бы ладно. В глобальной сети есть видеодоказательства того, что потенциальный министр образования сама принимала участие в рестлинговых боях. Потенциальным показательным дракам в правительстве ей будет не привыкать, так сказать. США применили в Совете Безопасности ООН право вета и заблокировали подготовленный десяткой непостоянных членов Совбеза проект резолюции по Палестино-Израильскому конфликту. С требованием немедленно и безусловно прекратить огонь в секторе газа, сообщает ТАСС. За документ проголосовали 14 из 15 членов Совбеза. Кому-то еще нужны доказательства того, кто в мире является корнем зла? Как можно блокировать призыв к остановке кровопролития мирных, ничем не защищенных людей? Мне непонятно. Как непонятно, не то нехуй то, что можно одним лишь проявлением своей политической воли эту бойню прекратить раз и навсегда. Большинство погибших в секторе газа в результате ударов армии Израиля составляют дети. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, ежедневно в палестинском эксклаве гибнут десятки детей. Боррель назвал происходящее войной против детей и их будущего. Я всегда крайне скептически отношусь к изречениям главы евродипломатии, но тут он прав на все сто. В подтверждение тому последние действия суда в Гааге. Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Беньямина Нетаньяху и Йоова Галланта за преступления против человечности и военные преступления, совершенные в период как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024. Боррель, кстати, назвал решение Муса об аресте Нетаньяху обязательным к исполнению. Посмотрим, как израильский премьер будет ездить в командировки. Или уже не будет. Финляндия и Германия проводят расследование по факту обрыва подводного кабеля передачи данных, проходящего между двумя странами в Балтийском море. В совместном заявлении, опубликованном в понедельник, страны выразили обеспокоенность по поводу возможного акта саботажа. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о диверсии. Расследование диверсия Балтийское море, где-то мы это уже слышали. Как быстро в Европе забыли про акты международного терроризма, когда взрывали северные потоки. Где виновные в тех взрывах? Почему они до сих пор не за решеткой? Почему не начат процесс компенсации потерь Российской Федерации? Ответ прост. Все дело в национальности исполнителей тех терактов. Здесь же европейские следователи за дело взялись по полной. Газета Financial Times пишет, что китайское судно E-Peng-3 находилось вблизи места повреждения телекоммуникационных кабелей в Балтийском море. Причастность судна к ЧП проверяется. Газета также сообщает, что это не первый подобный случай. Больше года назад другое судно из Китая тоже повредило кабели в акватории Балтийского моря, задев их якорем. Спецслужбы проводили расследование, но о намеренном или случайном характере этих действий не сообщалось. Мы с командой проекта любим альтернативные версии происходящего и настоятельно рекомендуем шведским, финским и немецким следователям проверить на причастность к произошедшему условную рыбопилу, которая совершенно случайно проплывала в тех местах. В Тбилиси завершился митинг оппозиции против результатов выборов в парламент. Акция проходила на проспекте Чавчавадзе, но потом полиция призвала собравшихся разойтись, и те двинулись к проспекту Меликишвили. Между участниками митинга происходили столкновения. Позже один из лидеров оппозиции, Зураб Джапаридзе, предложил протестующим разойтись по домам. Чувство глубокого уважения появляется к правительству Грузии, когда понимаешь, что оно не повелось на исключительно свежие, исключительно питательные печеньки от Нуланд, простите, Хачапури, и разом разогнало все эти протесты. История не знает случаев, когда власть какой-то страны сначала оставила в центре столицы палаточный городок, а потом устояла на ногах. Итог всегда закономерен, а теперь пора решать насущные вопросы. Правящая в Грузии партии грузинская мечта представила для переназначения на должность спикера парламента Шалву Папуашвили, а на пост премьера действующего главу правительства Ираклия Кабахидзе. Ранее Кабахидзе заявил, что новый состав правительства Грузии будет представлен парламенту на утверждение 25 ноября. Если впредь когда-то управящие коалиции возникнет сумятица в решении каких-то проблем, я задам лишь один вопрос. Вам нейросети не нужны? Предлагаю потому, как знаю, что с новостной картиной дня они прекрасно справляются. С вами был Михаил Садовский, новости сети, пока. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok вопрос о помещении его в специальное учебное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания. В Лельческом районе произошел пожар, не обошлось без жертв. В деревне Средние Печи по улице Октябрьской горел жилой дом. Обгоревшее тело хозяйки жилья было обнаружено на полу в жилой комнате. В результате возгорания повреждена кровля, стены и имущество. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Мошенники за 12 дней разрушили жизнь женщины. Жительницы Светлогорска звонили неизвестные и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. В ходе беседы они заверяли пострадавшей, что якобы аферисты на ее имя открыли кредиты. Злоумышленники вынудили пенсионерку сдать в ломбард золотые украшения, взять кредиты и перевести порядка 20 тысяч рублей на чужие счета. Кроме того, за пару дней она продала двухкомнатную квартиру за 15 тысяч долларов. Когда у женщины закончились собственные средства, она стала обзванивать родственников и просить в долг. Заподозрив неладное, дочь пострадавшей обратилась в милицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Жительница Мозорского района предъявила следователю поддельное удостоверение инвалидов второй группы. Тем самым она хотела избежать уголовной ответственности за хищение денежных средств с чужой банковской карточки на основании применения к ней акта амнистии. В результате экспертизы установлено, что женщина является инвалидом третьей группы. Помог поделать удостоверение нарушительницы ее знакомой. В отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело. Злоумышленнице назначено наказание в виде ограничения свободы на два года. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. Жлобинская «Белсталь» одержала очередную победу в высшей лиге Беларуси по хоккею. Фарм-клуб «Металлурга» встречался в Минске со сборной Беларуси Ю-17. Игра получилась боевой с большим количеством голевых моментов. Но взятие ворот случилось только одно. Во втором периоде Илья Иванов забросил победную шайбу для жлобинчан. В итоге 1-0 в пользу «Белстали». Стоит отметить, что голкипер гостей Данила Исаенко оформил в этом матче второй подряд шатаут, отразив 47 бросков соперника. Белорусская Алина Горнасько стала призером международного турнира по художественной гимнастике «Небесная грация», который проходит в Катаре. На протяжении двух дней сеньорки выявляли лучших в многоборье. Накануне после упражнения с обручем и мечом лидер нашей команды Алина Горнасько шла третьей. Но благодаря удачным выступлениям с лентой «Булавами» белорусская поднялась на вторую позицию. Победу одержала россиянка Мария Борисова, бронза у Тахмины и Кромовой из Узбекистана. Кроме того, юниорки разыграли награды в трех финалах отдельных видов. По итогам упражнения с «Булавами» бронзовой медалисткой стала белорусская Николь Леута, а ее соотечественница Маргарита Журович была третьей в композиции со скакалкой. Белорусская теннисистка Алена Фалей не смогла пробиться во второй раунд турнира в японском «Токасаки» с призовым фодом 100 тысяч долларов. В одной шестнадцатой финала белорусская в трехсетовом поединке уступила за три часа японке Мамоко Кабури 6-7-6-4-6-7. По ходу тайбрейка третьей партии у Фалей было четыре матч-бола, но она их не смогла реализовать. В матче за выход в четвертьфинал соперницей Кабури будет еще одна японская теннисистка Харука Каджи. Соревнования в «Токасаки» завершатся 24 ноября. Белорусская биатлонистка Динара Смольская становилась в шаге от подиума в первой гонке на втором этапе Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске. Программу соревнований открыл женский спринт. Участие в гонке приняли 60 спортсменок, в том числе 8 белорусок. Под вторым номером на дистанцию в 7,5 километров убежала лидер национальной команды Динара Смольская. Оба огневых рубежа наша спортсменка прошла без промахов. После стрельбы с положения 100 Смольская имела второй результат, но на финише ее график оказался уже четвертым. От бронзы Динару отделили 6 секунд. Победу в гонке одержала россиянка Тамара Дербушева. Также на пьедестал поднялись ее соотечественницы Кристина Рисова и Светлана Миронова.